Ну, очень красиво, друзья. Я в окнах сижу сегодня. Не налюбуешься. Хоть морозненько, но красиво. Уж очень красиво. Всем-всем привет, друзья. С вами я, Галина. Патерстан, Личное, Алексеевского района. Это для тех, кто зашёл. Только зашёл. Или для тех, кто ещё мало знаком со мной. Сегодня рано проснулась. Позавтракала. Думаю, немного с вами поговорю. Побеседую. Давно уже не беседовала. Всё снег, да снег бросаю. Всем хочу сказать большое спасибо за ваши комментарии, за лайки. Всех благодарю новых подписчиков, кто зашёл на мой канал. Я смотрю, у меня прибавились подписчики. Я очень-очень всем рада. Снимаю я о себе, о своей жизни. О жизни с мужем, с Николаем Яковлевичем. Иногда он в роликах бывает. Снимаю о том, что вижу, о деревне. Очень люблю свою деревню. Сейчас в последнее время всё снимаю, как снег чистим. Этот снег уже нам надоел, друзья. Вчера два часа подряд чистила. Сегодня ещё я даже в окно не смотрела. Не знаю, что там. Даже страшно смотреть. Два часа вчера чистила, чтобы сегодня не выходить туда, не чистить. И чтобы была дорога. Ну, посмотрим, в общем. Дороги у нас нету. Вчера все машины сели в улице. Сосед их целый день таскал на тракторе. Ну вот. А я планирую сегодня к маме съездить. В сторону, не в сторону дороги, куда мы ездим, а в обратную сторону попробовать проехать. Чуть другую улицу. Там соседи ездят. Вчера трактор там немножко чистил. Не знаю, проберёмся мы. Нет, я не знаю, друзья. Но у меня такой план. Поэтому вчера я чистила, чистила около гаража. Пришла вообще домой. Свалилась просто. Ну вот. Трактор мы уже нанимали. Я уже говорила. Трактор нам вычистил всё. Ничего не было. А сейчас даже не знаю, куда снег отпустить. Ну ладно, не будем про снег. Что хочу сегодня делать? Уже вот со вчерашнего вечера мечтаю испечь морковные пирожки. Пирожки с морковью. Вечером поставила морковь, сварила. Сейчас затею, испеку пирожков. Если всё получится, как я планирую, то поедем, съездим к маме. Мы ездим к маме за водой. У нас нет воды. Нашу воду пить вообще нельзя. Ну, привозим от маме. Нам хватает где-нибудь где-то на 10. Да и маму навестим заодно. Вот, друзья, давно-давно я к ним пекла морковь пирожки с морковью. Я не помню уже сколько лет даже. И вот что-то мне так захотелось пирожков с морковью. С морковью и с яйцом. Даже не буду смотреть никакие рецепты. Как сама придумала, так и следую. Оставайтесь со мной. Сегодня я буду топить баню. У меня сегодня так много задумок, друзья. Я говорю, вчера почистил снег, чтобы сегодня он меня не тревожил. Я сегодня хочу ещё натопить баню. Потому что скоро мне в Казань. Или завтра, или послезавтра. Натопим баню, намоемся, чтобы уже в субботу не топить. Вот такие у нас сегодня дела. Ладно, друзья, приступаю затевать. Затеваю, как обычно, тесто, как всегда. Такие две морковки. У нас морковки очень крупные. Ну, я думаю, мне достаточно. Сейчас яйца поставлю ещё. Пока яйца варятся, я затею быстренько. Луки насеять надо. Луки у нас не очень много осталось. Надо ехать в райц-центр за продуктами. Все продукты, друзья, у нас заканчиваются. Это уже здесь вот покупали. Один мешочек в нашем киоске. Ну вот, в Казань съезжу. Поедем за продуктами. Сейчас мы уже подбираем всё, что у нас осталось дома. Наверное, сколько? Две недели мы уже никуда не ездили. Так, муку надо обязательно просеять. На 400 миллилитров водички где-то 800 грамм уходит муки. У меня здесь один бокал водички горячей, один бокал молочка. Я всегда так делаю, наполовину с молочком. А сейчас пост можно сделать без молочка. Если кто-то говеет. Мы не говеем, друзья. Я живу с мужем, я одна. И поэтому я бы, может быть, одна-то и говела. Ну, ещё успеем, поговеем. А, друзья, хочу вам сказать, что... Вот две ложечки сахара положу, не стало что-то. Хочу вам сказать, что самое главное не говеть, а самое главное не залиться друг на друга и не бежать друг друга. Вот, а то, бывает, церковь приходит, а у родной матери или отца годами не были. И такое бывает, друзья. А ходит церковь, кешут посты. Вот, а сами даже не знают, как родители живут. Добавляйте рафинированные, без запаха. У меня пришлось запаху. У нас, я говорю, продукты все закончились. И готовим с того, что есть. Всё. Я хоть не хотела показывать, как затевать, но лучше, конечно, показать, я так считаю. Всё перемешала. Сахар, соль, дрожжи, растительное масло. Я думаю, наверное, видно. Вот. Пока затеваю, заодно с вами поговорю. Мне кажется, лучше никого не бежать, никого не злиться. А то, кто наследство делит. Послушай, послушай в телевизор. Ценными днями в телевизоре наследство делят. Сейчас уже ложечкой мешать буду. Яйца кипят, 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 кипят. Я сразу, друзья, замешиваю. Сегодня я хочу побыстрее испечь пирожков. Николай Яковлевич на прогулку шёл. И дорогу заодно посмотрит, как там у нас дорога. Вот так ложечкой помешали. Теперь будем добавлять и рукой мешать. Руками. Тесто быстро подходит. В течение полчаса оно уже подойдёт. На тёпленькое место поставишь. У меня котёл здесь рядом стоит. Там вообще горячо. Горячее не надо. Я подкладываю полотенце под низ. И получается тёпленькое. Ну вот, сейчас ещё руками помесим. И будет нам место. Друзья, тесто вам само подскажет, когда оно будет готовое. Вот оно, когда от руки отстаёт, тогда и будет готовое. Вот у меня уже почти готовое. От стенок отстаёт и от руки. Само отстанет оно. Вот так, друзья. Отстаёт от руки, значит готовое. Всё. У меня, видите, оно уже отстало от руки. Ставлю в тёпленькое место. Не густое, не жидкое. То, что нужно. Всё. Закрываю плёночкой. И в тёпленькое местечко. Всё, друзья. Готовлю начинку. Морковку сейчас вот натру. На тёрочке. Немножко её сливочной массой поджарю. Чуть-чуть. Не потому что поджарю, а пофессирую даже, можно сказать. И решил на тёрочке потереть её. Обычно я нарезаю кубиком. Вы можете, мелко-мелко так нарезаю. Мне тоже нравится. А сегодня вот решила потереть на тёрочке. Так, побыстрее. Где-то грамм 70 масла. Много не надо. Растопила. И сейчас сюда морковку запущу. Я так поджариваю слегка чуть-чуть на сливочном масле. А если кому-то нельзя, кто-то говеет по сицу, то можно на растительном также. А можно и вообще без масла, друзья. Морковки так вкусные. Просто с яйцом можно. Можно и без яйца. Кто как любит. Сейчас вот в пост, кажется, яйца нельзя. Я не знаю это точно. И врать не буду, друзья. Я вот не знаю, что точно можно в пост, что нельзя. Так, что не буду придумывать ничего. И я немножко сахара добавлю. Одну чайную ложечку. Всё. Помешиваем. Где-то минут 5-10, не больше. Потомиться и готова она морковка. Вот, друзья, соединилась морковка со сливочным маслом. Взяла свой вкус от масла. Они, в общем, соединились. И выключаю. Недолго. Минут 7 у меня прошло. Я выключаю. Сейчас яйца приготовлю. Возьму 2 яйца. 2. Достаточно 2 яйца. А то будет на яичный вкус будет перейдёт. Так. Возьмём 2 яйца. И также через тёрочку протру их. И всё. Начинка наша будет готовая. Моя готовая. Яйца приготовила. Норковка пусть немножко остынет. И яйца сюда положим. Соединим всё. А то она сейчас горячая. Будет мяться. Будет как кашка. Пусть немножко остынет чуть-чуть. А я за это прим посуду помою. Тесто моё поспело. Подошло. Сейчас начиночку помешаю. Соединим. Начинку сейчас помешаю. И будем готовить пирожки. Тесто моё готово. Сейчас покажу, какое моё тесто. Смотрите. Оно даже к плёночке не пристало. Вот такое тесто. Хорошее какое. И уже всё. Всё готово. О, такое красивое. Ладно, друзья. Буду пирожки начать делать. Сейчас аккуратненько всё помешаю. Немножко мути на стол. Положила. И тесто. Беру чуть-чуть. Отделяем за пирожочки. Я буду печь пирожки в духовке. Можно наверху испечь. Если кто не хочет в духовке. Я почему-то больше в духовке пирожки люблю. Пирожочек будет побольше. Протведь смазала растительным маслом. Смотрите, какое тесто мягкое. Я даже его раскатывать не буду. Просто так руками. И всё. Делаю пирожок. Продолжение следует. Кажется, морковь я много сделала. Ну ладно, съедим салатико потом. И побольше пирожки надо положить. Добавим сюда сметану. И будем салатиком есть. Спасибо. 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 Пирожки. Пирожки сделала. Вот немножко осталось. Я, наверное, когда ягоды буду делать, это доделаю тоже до конца. Там осталось на один пирожок. Ну и вот пирожки поставлю растаиваться в тёплое местечко. На 10 минут, не больше. Так, у меня осталось на 8 пирожков всего сделать. Я сделаю с малинкой и со смородинкой. Только прямо из морозилочки. Видите? Такая крупная. У нас в этом году смородина очень крупная была. Не видно. В общем, как вишня она у нас была. Чуть поменьше. Есть, которая прямо как вишня. Могу сказать, такой экземплярчик. И вот с этими ягодками буду делать. С малинкой и со смородинкой. Сейчас покажу, как я делаю. Вот, например, с малинкой. Беру лепёшечку, накладываю малинки. Прямо замороженную из морозилочки. Вот, положила. И сахарочек сверху. В малинку можно поменьше сахара. На смородину чуть-чуть побольше. Закрываем. Я уже показывала. И вот швом сверху ложим. Можно рисунок сделать, чтобы было покрасивее. Но для меня важно, чтобы вкусно было. Но пирожки очень вкусные получаются. Можно нарисовать. Немножко, чуть-чуть. И так дальше продолжаю. Четыре сделаю с малинкой, четыре со смородиной. Мне и с малиной нравится, и со смородинкой нравится. Мне всё нравится. Сейчас пирожки с морковью поставлю. Пока они пекутся, эти пирожки расстоятся. Время уже у нас 9 часов утра. Вот так. Но здесь вот так швом вверх ложим, друзья. Так, делаем шов. Напишем, чтобы красивее получилось. Всё равно сколько-то малинки убежит, сколько-то сок выделится на противень. Но будет очень вкусно. Здесь даже у меня на четыре не получилось. Только три с малинкой. И так же со смородинкой точно так же делаем. Здесь так же рисуем рисуночек. Как пельмешек заделаем здесь. Ну вот, сейчас принесу ещё смородинку. Сейчас ещё сделаю со смородинкой. И будет всё у нас, все пирожки. Закончим. Я прям сразу достаю, как сделать. Чтобы никакой сок не выделялся. И пока они там пекутся, как раз будет самый-самый хорошо. Смородинка у нас тоже очень сладкая. Так же здесь тоже так же. Неполную чайную ложечку. Достаточно даже ещё лишнего. Хочется якобы побольше положить. Всё, друзья, пирожки наши готовые. Я не сильно подрумянивала. Вы можете чуть-чуть подольше подержать. Сейчас я их помажу. Покажу, какие они. Мажу я растительным маслицем сверху. Так немножко, чуть-чуть прям. Сейчас я их уберу на тарелочку. И заодно вам покажу, какие у меня получились. Вот такие горяченькие. Видите? Здесь пропеклось. Здесь плохо показывает. Просто это... А вообще они румяненькие такие красивые. Всё пропеклось, друзья. Я вот люблю такого. Не слишком такие прямо зарумяненные. Вы можете немножко подольше подержать. У меня сейчас пекутся ягодные пирожки с ягодами. Как-то с пекутся мы поедем к маме. И водички привезём. И пирожков маме отвезём и гостим пирожками. Ну, я думаю, ей понравится. Пока перекутся пирожки, я противень помою. Вот такие пирожки получились у меня. Я много не подрумянию пирожки никогда. Вы можете ещё подержать. Я 20 минут держала всего. Они у меня пропеклись. Я уже вижу. Видите, как хорошо пропеклись. Мягенькие. Давайте один раз ложим, посмотрим. И вот, посмотрите, какое. Тесто тонкое такое. Начиночки много. Вот я люблю, когда тесто тонкое и много начинки. Сейчас попробую. Ну, горяченький. Очень горяченький. Друзья, а мягкий? Ммм, морду тайковый мягкий. Я думаю, маме понравится. Такие пирожки. Очень вкусно. И сладкие пирожки. Немножко, чуть-чуть убежала. Видите, пирочку сделала. Сейчас тоже закрою, чтобы они мягкие были. И будут нам пирожки вкусные. Все, к маме поехали. Дорога прочистила вчера, кто-то ночью. Красота. Солнышко светит сегодня. Ну, дорога, посмотрите, какая вся ледяная. Так что, друзья, пожелайте нам хорошей дороги. Пирожки будет. Уличный пирожки. Пирожки будет. Пирожки будет. Пирожки будет.